Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый влог. У нас здесь вечерние посиделки. Время уже 21.55 и я надумала делать творожную запеканку. Ну, думаю, на завтрак, чтобы уже... Сейчас вечером так ужить уже не будем, но на завтрак будет классно, если мы ей позавтракаем. Виталий говорю, а он такой, ну, не знаю. Он любит, конечно, творог, но не настолько, как я. Сижу кино смотрю, никого не трогаю, а Лера вон в телефоне сидит и пиво пьет. Нет, какой хитрый. Он наговаривает. Я вообще же пиво не люблю. Это Виталия тут с корюшкой. Ты корюшку уже съел. Где корюшка? Не слушайте, друзья, никого. Только я вам скажу правду. Вот, смотрите. Вот. Какой-то, кстати... Чесух. Чесуха какое-то, наверное, пиво. А у нас на улице сегодня целый день идет дождь. И такая погода прям, ну, даже на улицу выходить не особо хочется, гулять тоже не особо хочется. У нас, кстати, я сейчас вам расскажу. У нас, и Русь, как говорит, в том отеле в Москве, в котором они живут, в общем, там такое ЧП с утра случилось. Они живут под крышей, и у них, я вам видео сейчас покажу, у них окна вот именно как мансарда, знаете. И сегодня там, сегодня выходной день, сегодня там... Ну, там гастарбайтер или кто их там... Иностранные рабочие. Да, они, в общем, у них было задание почистить крышу. И, в общем, как бы Ируся с Ашуни просыпаются из того, что на них кто-то смотрит. То есть, представляете? Ну, то есть, они чистят крышу, и там вот эти окна, и прям... Ну, рабочие, они не просто своим делом заняты, они еще там, в общем, и заглядывают в номера. Ну, Ируся такая, говорит, пошла на ресепшен и говорит так и так. Ну, как, это, говорит, возмутительно. Это люди же могут и голые спать, да, да, как угодно. А они говорят, ну, как бы пишите, это вообще не наши проблемы, можете отзыв писать плохой, и все. Вот так вот. Ну, в общем, она поснимала, я, говорю, поснимай, я, говорю, нашим ребятам покажу. Так что, нет, конечно, в таком отеле жить такое себе. Никакого отдыха, потому что еще, как бы, за тобой, там, такие могут быть ситуации, что с крыши подглядывают. Но еще, знаете, что неудобно? Никакой шторки нет, ничего нет, что могло прикрывать окно, и, получается, с лучами солнца ты просыпаешься. Даже если хочешь еще поваляться, то все равно это, конечно, не суперовский. О, два пришло уже. Вообще классно. Просто развлечение. Как бы ничего не делает, просто сидит и смотрит в окно. Я даже не знаю, как на это реагировать, но мы просто в шоке, реально. Просто в шоке. Так, ну все, моя творожная запеканка. Я хочу сделать из пяти. Пять мне нужно творога. Так, сейчас все-все приготовлю, и, как всегда, я вам уже ее показывала, рецепт много-много раз. В общем, сейчас все намешаю и покажу. Ну вот, друзья, все, творожочек замешан. Яйца, творог и мука, не мука, а манка. И вот сейчас форму смазала, пересыплю и займусь вишней. Берем вишню без косточек и вот не переживай, что она там разморозится, будет соком. Прямо целиком ее в какой-нибудь ковшечке. Немного вишню посыпала сахаром. Сейчас и поставила на огонь. Сейчас она начнет таять и добавлю одну столовую ложку крахмала. Даже меньше, много не надо крахмала. Можно даже пол столовой ложечки. Ну все, теперь вишней покрыли творог. Пару ложек сметанки. Сюда я добавила немножко сахара. И все. И отправляем на 50 минут выпекаться в мультиварке. Друзья, ну нас наконец-то радость. У нас все, уже приехала Ируся с Ашуни. Все, наконец-то уже какое-то движение, уже какое-то веселье. Уже вообще не это. Ируся тут в Москву приехала с подарочками. Смотрите, у нее целая сумка подарков. А тяжелая. Только не нам. Подарки для Маши. Это ты, это все, Макаш. Маме на Новый год, я же ничего не дарила. Что купила, покажи. А это вам, сейчас покажу. Это что такое? Это патчи. Только это вроде бы мои, а вот эти ваши. Что это за фирма такая? Я не знаю, это в золотом яблоке. Вот это, друзья, очень классный крем. Слушай, а у тебя так же было по-русски написано восстановочный ночной крем или нет? Да. Да. Это маме патчи взяла попробовать, которые... Очень хорошие. Я ими пользуюсь. Да. Они очень хорошие. Смотрите, короче, мама попросила блески купить. Угадайте, сколько стоит в золотом яблоке? Ну, рублей по 200. 100. Да ты чего? Ой, а это что такое? Это я не помню. Сыворотка праймер для ресницы. Я решила нам взять попробовать. А это что такое? Мазать ресницы. Короче, смотрите сейчас. Не, слушай, цвета отличные. Да, я попробую маме на открытии. Маме два белых взяла. Наташа, мама же поедет сейчас в Иркутск. И подарит. Да, он очень такой прям... Мама любит такие блестяшки. Да, классно. Он как Диор просто. Да. 99 рублей. Мама, она обычно... Ну, как бы ей пофигу, но... Вот эта штука очень хорошая. Вот правда. Альтернативно корейским патчем, жидкие патчи. Да, да, очень классные. Масочки, это Маша на Дере, потом Маме и нам тоже. Короче, масочек, смотрите сколько. А вот это что такое красивое? Это Маме палетку. О, отличное. Смотрите, сколько масок. Revolution. Revolution. Вообще. Ну, кстати, цвета отличнейшие. У меня чек был просто такой длиннющий. Смотрите, сколько. Просто, блин. Я взяла подводку. Хочу попробовать научиться стрелки рисовать. Я, кстати, вообще ни разу стрелки не рисовала. Купила нам вот этот эллиминет. Это скраб для лица. Еще один крем. Ну, слушай. Еще один крем. А это весь пакет тоже из бодишопа. Это то, что Маша себе... А, это нам. Вот это грейпфрут. Крепфрут для душа. Обалдеть. Это масло, крем-масло для тела, орган. Оно пахнет просто вообще... Ооо. Оно пахнет орехом макадамии. Это наше натуральное, да? Помните наше для волос? Пахнет. Вот такой она нам еще скраб взяла. Он прям вообще как малина настоящая. Ну да, как варенье. Боже, как он пахнет вкусно. Малином. Теперь я понимаю, почему... Маша себе два таких взяла. Она очень любит. Еще она любит... Вот она крем малиновый взяла. Но он закрытый. Это вот она взяла точно такой же, только грейпфрутовый. Да. Тоже очень вкусно пахнет. А, обалдеть. А это что? Там маска для лица какая-то она себе взяла за... Блин, она вообще нормально так стоит. 2250 рублей маска, представляете? И пилинг для лица с витамином С. А пилинг стоит 1590, друзья. Вот такие цены. Бодишок. Блеск помады, который у меня заканчивается. Который я вам подарила. Да, да, да. У меня заканчивается и скраб. Два скраба. Один Маша себе купила и один я. Прикольно. Там подешевле или так же? Так же. Но я зашла в сам Диор. Там скраб стоил 2900, а в рифгорш я купила за 2200. То же самое с блеском. 2900 я купила за 2200. А это что такое? Ну, это в Годишоп подарок дали. Там какой-то тоже то ли крем, то ли что. Вот. Ой, друзья, ну будешь. А, это вот с розой крем. Угу. Такой же. И какую-то сыворотку. А, ну он еще, видите, весь импортный. Все импортное. Тут ничего даже по-русски нет. В Мехико. Даже вот этот наборчик, блин, просто вот эта штука. 150 рублей. А, обалдеть. Это просто подарок достался. Потому что он как... 0 рублей написано. А, ну и потому что я купила на 11000. У меня... Мне дали за каждые 5000 по 500 баллов. И я купила как раз на вот эти... Короче, получается два купона по 500 баллов. Это 500 рублей. То есть на одну покупку можно использовать этим купон. Вот 500 рублей. Я его вместо 1200 купила за 600. Ну, это хорошая цена. Да, его надолго хватит. Да, его хватит вообще надолго. И, блин, а где я положила? Я думаю, Маша, конечно, будет вообще в восторге. Блин, я купила такой классный спрей. Он вообще просто очень вкусный. Сейчас я его только найду. Ну, слушай, обалдеть. Я в шоке. Я реально в шоке. Видите, сколько, да? Друзья, сегодня прям какой-то обзор покупок настоящий. Еще и Руся, смотрите, носочки взяла такие длинные. Это мужские. Это мужские, но они... Небольшого размера, 41, но типа они обычно сядут. И они качество такого прям очень приятно. Вот одни на скид 299 рублей стоят. Но они нереально классные. Это уникло. Четыре вышло 999. То есть одни были со скидкой за 100 рублей. Вообще, но они очень классные. Ну и давно мы не делали обзор покупок. Сейчас сходили в магазин. Хотела бы вам показать свежайшие цены из Калининграда. Мы были в спаре. Ну и, как всегда, взяли, я не знаю, это набор нашей продовольственной корзины. Мы обычно или курицу берем, или какие-то говядины, или котлетки. Ну и вот покажу вам, что мы купили и сколько, что стоит. Потому что я, честно говоря, в последнее время чек не беру. И обзор покупок вам не делаю. В общем, сырок творожный по 37 рублей. Это залезкий фермер, тот, который мне нравится. Сейчас мы берем картошка. Вот такое молоко. 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 Что молоко? Кефир мы взяли. Залезкий фермер. Наверное, он 1 литр 70 рублей стоит. Бумага туалетная. Она, кстати, была со скидкой. Она была со скидкой и стоит всего 180 рублей. Вот здесь, видите, сколько пачек. Дальше, 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 дальше. Мы взяли ватные диски. Ватные диски, они тоже были со скидкой. Они по 39 рублей. Хлеб-фитнес. Кстати, мы берем, кстати, мы берем вот такой вот хлеб фитнес. Без дрожжевой, с пророщенным зерном. Он по 60 рублей. Вот русского хлеба. Дальше. Авокадо. Авокадо у нас нынче со скидкой. И его много. Оно продается где-то одна штука. 39 рублей. Смесь бразильская. Это уже заморозка. 145 рублей. И еще я такой взяла, знаете, набор для салата. Будем здоровы. Что-то захотелось завтра сделать салат. Набор для салата 130 рублей. Ну, такие тампуны женские, такие штучки. Белла 110 рублей сейчас стоит. Смесь мексиканская по 95 рублей. Вот она. Она была по скидке. Я взяла ее за 69. Сыр творожный очень нравится. 99 рублей. Вот такой вот воздушный мы берем. Там на хлебцы надо купить. Кстати, хлебцы у нас закончились. Томаты сливка. 219 рублей. Это тоже для салатика. Томаты сливка 219 за килограмм. Здесь 430 грамм. Капуста пекинская. Она поштучна. 125 рублей за штучку. Это завтра для салата. Икра кабачковая неженская. Была на скидке. Вернее, лукашинская. 89 рублей. Это, не знаю, никто не ест. По-моему, я ее только ем. Котлеты из говядины. 189 рублей. Мироторговские. Здесь 4 штучки. Но мы взяли 2 упаковки. Потому что, не знаю, они вкусненькие. Пожарить и поесть. Я, например, может даже 2 съем. Да, да, да. И что еще? Бананы мы взяли. Бананы, они стоят 100 рублей за килограмм. Но такая цена смешная. 99,99. Ну, уже что? 100 рублей за килограмм. Что еще? Творожок. Вот такой творожок. 64 рубля. Здесь его немного. Наверное, 250 грамм. Так. Ну, да. Вот такая вот покупочка. Вот то, что мы взяли. И все вместе, все вместе мы потратили 2600 рублей. Вот на такую. Такая у нас закупка была. Ну. Не знаю. Мы думали курицу взять. Ну, что-то думаем. Ладно. Курицу недавно брали. Возьмем котлетки. А так мы в основном там овощи, курица, не знаю, там крупа какая-нибудь. В общем, вот так кушаем. Роза и Руська достала. И она сейчас их, ну, переберет и оставит, которые хорошие. А те, которые не очень, на их назад цветовооткнет. Видите, какая там штука такая прям. А это вот в новую вазочку. Смотрите, как красиво смотрится. То есть цветы еще стоят и вообще радуют глаз. Хотя сегодня, я говорю, уже там на дворе 6 число, что ли. Друзья, еще вот такая у нас новшество завтрашнего дня. Мы начинаем с Руси пить воду. Ира, Лера. Выпил стакан, зачеркнул. Зачем мы это делаем? Потому что мы так воду не пьем вообще. От слова совсем. Да, и это уже мотивация. Да, я посмотрела, что Ируся выпила и пошла выпила свою водичку. Почему здесь 7 кружочков? Потому что у нас стаканы по 300 грамм. И мы, в общем, решили, что, ну, хотя бы минимум, надо хотя бы 5 выпивать. А 2 это уже так. Так что вот завтрашнего дня начинаем челлендж. А вообще нам, конечно, 7 нужно. Это где-то 2 литра. Ну да, вообще надо в идеале 7. Всем добрейшего утра у нас новый день. И у нас Ируся уже выпила с утра 2 стакана воды. Я пока выпила 1. Сейчас, в общем, я позавтракала, уже посидела, посмотрела какой-то фильм. И сейчас буду еще один стаканчик воды выпивать, чтобы Ирусю догнать. Боже, как же это классно отдыхать, когда все работают. Но у меня сегодня не выходной, друзья. У меня сегодня работа с обеда, поэтому я такая... В общем, проснулась и уже 2 часа, пока маме позвонила, пока то, пока все, уже 2 часа сижу. Сейчас нужно умыться, привести себя в порядок, ну и убраться в квартире быстренько. В квартире, в доме. Чуть-чуть подмести. Ну, я, как всегда, знаете, дом большой. И я так приловчилась, что либо вечером нужно немножко такую уборку делать, либо утром. Ну и поэтому всегда чисто и хорошо. Честно говоря, пить воду я вообще не приучена. Я вдруг понимаю, что я ее вообще не бью. Ну, только чай, кофе. Могу кофе 2, там, чай могу 2 кружки выпить, а воду вот нет. С водой прям проблема целая. На улице, кстати, тепло. Мне кажется, где-то опять плюс 5. Ну, нормальная погода. О, эх, молодец. Все. И у Лера теперь 2 стакана воды. Я довольна. А с утра еще подумала, думаю, боже мой, Ируся уже выпила 2, а я еще нет. У меня тоже уже 2, и еще только 11 часов дня. Так, друзья, я тут смотрю, что Ируся уже выпила все стакан. Один ей остался. А я выпила только 3. В общем, сейчас нужно ее догонять. Сейчас буду пить воду. И очень кушать хочется. Мы сейчас будем готовить кушать. Очень кушать хочется уже, правда же? И прохладненько у нас, да? Да, вот все равно, ну, за то, что ветер на улице или из-за чего, не могу понять. Нормально. Это прохладненько. Держи котлетовские. В общем, будем жарить вот эти котлеты, которые вчера купили из говядины Мираторг. Ну, я знаю, что, как бы, Мираторг не особо вы продукцию любите, но... Они захватили рынок. Да, они захватили рынок, и вот, в общем, не знаю, я думаю, что мы их поджарим с минимальным количеством масла на сковородочке. Приготовили овощи для салата. Смотрите, смотрится прям по-летнему, да? Я прям вообще такая, а-а-а, залипательно. Огурец не стали покупать, потому что огурцы что-то у нас отвратительные, честно говоря. Виталий вообще огурцы не любит, он говорит, не будем его брать. Почему ты не любишь огурцы? Гидропоника. Грязная вода, там вот это все. То есть они вообще тебе по вкусу огурец не напоминают, да? Ну да, мы их не берем. Не знаю, не знаю, как насчет помидор, конечно, там перца и всего остального, но вот... Помидоры тоже не ехти, перец нормальный. Пекинская капуста из Китая тоже хорошая. Редиска, не знаю. Ну, местная. Местная, по-моему, местная. Ну, сейчас попробуем, салатик сделаем. Редиска нормальная, но дорогущая. Четыре штуки сто рублей. Ну, это набор сто двадцать шесть рублей все вместе. Это там что, петрушка, лук и уголок по щепотке. Ну да, вовсе немного. Вообще. Друзья, сейчас телеграм-канал открыла, почитала, посмотрела. Вы многие, очень многие интересуетесь, да и так даже мне в личку пишите, где, на каком сайте удобнее всего забронировать жилье в Калининграде. Ну, я не везу забронировать не на долгосрок жилье, а именно на короткий срок. Вот я могу сказать о нашей семье. Мы, несмотря на то, что в Калининграде все любят Авито, мы на Авито никогда ничего не арендовали. Да? Нет, один раз в квартиру, когда с Германии приехали, мне кажется. А, это нам Руся забронировала, да. В принципе, она... Ну, и Руся на Авито. Да, и Руся нам нашла на Авито, вот да, действительно Авито. Ну, она, конечно, ходила смотрела ее. Да. То есть, вот если, я думаю так, знаете, мое мнение такое. Авито, правильно, кто там сказал, что это та еще... Что там будет? Куда ты лучок выбрасываешь? Да, это... Самые вкусняшки. Нет, ну, может, там такой. То есть, Авито, это та еще лотерея, скажем так. Да, друзья, на Авито здесь, конечно, лучше не рисковать. Ну, если только, может, есть знакомые, они посмотрят предварительно. Или там, я не знаю, как там. Да, я согласна, что если есть кто-то, кто посмотрел бы вашу квартиру, которую вы забронировали на Авито, да, чтобы без сюрпризов было. Там 50 на 50, может, снимете, а может, нет. Ну, то есть, вот так. Ну, то есть, вы-то ее можете снимете, но она будет не такая чистая. Либо не такая чистая, либо потом в последний момент хозяин скажет, что все, она занята. Ну, мало ли, там может всякое быть. Там прокуриваясь. Да, поэтому лучше вот Airbnb, ну, может, booking, да? Ну, мы, да, мы всегда стараемся квартиру бронировать на Airbnb или на booking. Там всегда есть отзывы, и всегда, в общем-то, можно, ну, там, до конца концов, связаться с владельцем также можно, да, какие-то вопросы обсудить. Ну, и у нас бывали случаи, когда у нас там были непонятки, и нам деньги возвращали, да, и, ну, то есть, либо другую какую-то квартиру нам предлагали. Ну, то есть, там попроще с этим вопросом. То есть, есть служба поддержки. Поэтому, в общем, сайт Airbnb или booking.com, и много, мне кажется, как... Да, читайте отзывы, там практически, если квартира с хорошими отзывами, ну, то есть, 100% будет хорошая, ну, нормальная квартира. Ну, в общем, это наше мнение. Авито сам по себе неплох, если кто-то бы вам эту квартиру еще предварительно... Ну, гарантии, ну, какие-то гарантии уже, да, гарантии. Чтобы не нарваться на мошенников. А вот такие сайты, как Airbnb и booking, ну, здесь без вопросов, здесь явно по отзывам уже подберете то, что вам нужно. Там пацанов так облила, сейчас машина, капец, они так потерялись. Я таких матов, блин, мне кажется, уже столько не слышала. Это же у нас яма перед этим. Да, яма, вот эта яма, и в ней автобус проехал, он их двоих обрызгал, господи, они еще идут, они уже вдалеке и до сих пор идут матеряться. Вот такой привет, приветливый Калининград. И Руся, нам папа подрисовал по одному стакану, я его уже наругала. В смысле? Неправда. Что, у тебя вообще везде? Нет, только нам по одному, я его подловила. Короче, у тебя... Не-не, 7, 7, я же нарисовала 7. А вот этот ты пила? Я вот этот просто не пила. Это клевета. Я мяч выпила. Это клевета. Вы наговариваете на человека. Придется пить. Придется пить. Давай мне тоже наливай. У меня вот этот один тоже лишний. Я тоже 5 пила. Я тут ни при чем. Я его уже поругала. Я уже говорю. Он нам хитренький, он нам закрасил зеленым один стакан. Дорогие друзья, ну а я буду заканчивать это видео. Спасибо огромное, что вы с нами. Подписывайтесь, смотрите нас, комментируете, лайкайте. Вообще большое-большое-большое, друзья, спасибо, что вы у нас есть. И увидимся в следующем влоге. Давайте. Пока-пока.